приветствую друзья время почти 11 без 5 вечера я люблю выходить вечером хотя скоро уже спать пора тема моего сегодняшнего эфира жесты вот я недавно глянула все свои старючие видео так просмотрела и перемотала думаю может быть пол youtube удалите потому что не могу смотреть на себя не все мои видео не нравится и я когда их смотрю меня бесят мои жесты я решила разобрать что обозначают жесты трогать за ухо вертеть волосы трогать все за волосы гладить потирать руки не знаю потирать тело же жестикулировать вот все что я делаю все что мне бесит я решила разобрать что это думаю такое да ребят добрый вечер гладить подбородок я всегда разговариваю я заметила что я начинаю нормально сидеть все а потом я слова не могу сказать если я буду сидеть просто ровно я как итальянец у них у итальянцев это вообще как и у меня и походу итальянка в каком-то поколении я не знаю их все жесты вот такие вот сопровождаются даже вот без эмоциональном разговоре в италии они все выражают помимо слов все руками вот мне тоже мои видео не нравится нам по моему всем не нравится плюс я начинаю ерзать я начинаю все трогать мне вот это вот раздражает и если я руки по швам положу я не могу слово сказать вот я просто не могу сказать слово если я не буду дергаться и недавно я подписана одну даму девушка классная красивая актриса она учит актерскому мастерству красиво и правильно говорить она сняла рилс и благодаря ему захотелось мне мои жесты разобрать о том что же жестикулировать это очень некрасиво это смотрится что ты нервный это смотрится что ты не уверен в себе это смотрится что ты ну так тупой как то что она только не рассказала про людей которые жестикулируют вот то все итальянцы они тупые нервные неуверенные себе оказывается вот на что я как бы с ней не согласна совершенно решила разобрать истинные сигналы вот и могу вот рассказать пожалуйста может кто-то узнает из себя в общем я когда рассказываю я все всегда трогаю ухо и многие психологи или поверхностные люди которые поверхностно знают психологии они бы сказали ты врешь ты не уверен в себе если ты трогаешь в этот мочку ухо то значит у тебя ну как какая-то проскальзывает там ложь или фантазия или еще что-то на самом деле не не так трогать ухо когда ты так делаешь это очень интимный жест аудитория просто по себе вам скажу да аудитория очень нравится то есть когда ты влюблен в того с кем ты разговариваешь кому ты вещаешь если тебе нравится аудитория я же читаю вас там не ставите все время сердечки что-то пишете я уже уже изучила за куча лет каждый ник кто заходит старичков очень много новичков мало я уже знаю вас вы заходите вы уже родные для меня любимые вот и когда человек крутит ухо неважно на большую аудиторию значит он влюблен свою аудиторию либо вот этот с человеком разговаривать и он крутит ухо знаете что вы ему очень симпатичны вы ему очень нравитесь вот так вот я бы хотела сказать еще что этот человек очень активно пытается выстроить с вами отношения то есть вот этот жест говорит о том что ну вы мне так нравитесь я так хочу вам все рассказать все показать я просто вас обожаю я хочу максимально дать вам пользу вот что значит мой жест дальше просто пробесила девушка господи они так нравилось но когда она рассказала про жесты что нужно сидеть вот так вот ровно красиво и только улыбка должна говорить и глаза а руки это вот вообще не про это вы не могу я так не могу решила доказать себе что все нормально со мной все со мной в порядке дальше вот этот жест так вот этот жест когда мы еще трогаем ушка при рассказе говорит нам о том что мы выслушали вашу позицию ну вот я выслушала вашу позицию я прочитала комментарии и мне очень хочется высказаться и прям сказать и именно в тот момент когда я читаю начинаю отвечать на ваш вопрос у меня все рука на ухи то есть если вы замечаете почесывание ухо покручивание там дергают мочку ухо дайте возможность высказаться собеседнику если он рядом с вами сидит например тет-а-тет то есть я сразу объясняю жесты но на своем примере ну и плюс вы запоминайте если рядом с вами будет сидеть молодой человек или красавица красивая молодая вот и они дергают ухо значит вы крайне симпатичный и плюс они еще хотят высказать свое мнение в этот момент дайте им выговориться дайте им наговориться они очень хотят рассказать вам что-то значит у вас был какой-то вопрос просьба и они прям горят отдать вам прям горят вот просто вот все хочется рассказать вот при этом жести это максимальное доверие и хочется передать какие-то знания или ответы на вопросы неважно и желание чем больше дергает ухо да тем желание все больше и больше вот прям в эмоциональном накале в таком хочется это передать дальше я ищу часто поддерживаю голову кулаком рассказываю глазки закатила вот так вот кулачок поставила то есть держу руку на подбородке очень много таких видео бесячих боже мой когда человек опирается на кулак или ручку просто и держит голову это значит что он не хочет вас слушать ему хочется самому рассказывать почитал все ваши комментарии я лучше расскажу то что прет от меня сейчас то есть этот человек который не настроен пока воспринимать что вы там пишете ему очень сильно хочется высвободить свою инфу для вас и и он в это время глубоко погружен в свои мысли то есть он глубоко анализирует какой-то вопрос который вы ему задали ему прям хочется его настолько хорошо вам дать рассказать то есть человек задумчивый глубоко в своих мыслях то есть я в этот момент непроизвольно блин я открытая книга читайте я прям в глубине этого вопроса когда с вами его так вот сижу активно жестикулирую это свидетельствует о моем излишним возбуждение перевозбуждение то есть я в агонии просто передавать вам эту информацию вот и у меня отсутствует готовность воспринимать что вы мне там скажете мне хочется больше давать отдавать то есть человек который жестикулирует да ему хочется вытащить из себя не только словами информацию но и жестами помочь себе из них из себя вытащить эту информацию чтобы она максимально просто вас погрузилась то есть я из благих намерений понимаете вот это вот все жестикулирую мое тело просто говорит насколько глубоко я погружена в эту информацию которую я хочу вам сказать что настолько ее переживаю настолько мне хочется ее передавать что я даже не замечаю да как реагирует мое тело она реагирует естественным способом дергает ухо подкладывает ручку в мыслях там переваривает что-то на какой-то вопрос и хочется жестами отдать вам отдать побольше то есть видите как я вас люблю поглаживание по голове но это мое любимое я истребила во всех видео все свои волосы они у меня постоянно поправляются гладятся накручиваются думаю что за дебильный жест поглаживание по голове этот жест является дружелюбием ко всему окружению и к себе доброжелательностью и максимальной нежностью когда я отношусь к себе очень нежно и трепетно и к своей аудитории то есть мне хочется себя трогать и гладить когда я максимально нежная с вами и с собой когда я настолько себя люблю я влюблена в информацию которую я даю влюблена в те мысли в которые я говорю влюблена в помощь которую я даю не важно то есть отвечая на вопросы вот это вот поглаживание мое любимое говорит о том что я максимально дружелюбна и настроена и не воспринимаем вас как там клиентов врагов или еще что то вы друзья вы близки вы мое родное поэтому хочется себя погладить вот так же это свидетельствует о хорошем настроении когда человек поглаживает волосы это не значит что он флиртует не обязательно но если с молодым человеком да тоже может быть одновременно это еще и говорится о небольшой о небольшом стрессе и боли как когда человек чувствует чью-то боль то есть еще жест поглаживания это настолько грубо глубоко я допустим погружаясь в вопрос который вы мне задаете чувствую вашу боль и проживая эту боль внутри пытаясь ответить на этот вопрос что это показывает мир мне же надо ну как почувствовать это на себе погрузиться и вот испытывая вот эту боль мне хочется себя погладить когда отвечает на какой-то ваш вопрос ну больной ну например там почему у меня кошка страдает мне хочется плакать вместе с вами да почему у меня там любимый ушел мне хочется просто рыдать и я вот все успокаиваю то есть это тоже жест максимальной нежности помочь себе успокоиться так дальше касание волос еще это признак игривости да хочется с вами поиграть и распространить свои феромоны ну и чтобы я вам тоже очень нравилось вот помимо того что вы мне нравитесь хочется чтобы я вам нравилась поэтому ну этот жест вот он на автомате идет типа ребят я хочу вам нравится вот и вы мне нравитесь и хочу чтобы это было взаимно так далее накручивание локонов на палец еще или вот так вот закидывать за ушко или откидывать волосы назад говорит о том что ну я влюбилась в вас просто ну вы мне так сильно нравитесь вот прям не могу еще говорит о полном умиротворении умиротворение в этот момент что ты просто там где ты есть ты дома тебе хорошо в этот момент счастлив самые профессиональные психологи именно скажут о максимальном гармоничном состоянии и умиротворении а люди которые не глубоко квалифицированы можно так сказать да в психологии и просто обыватели у них будет миф что человек просто не уверен в себе ну когда крутит вернее вот так вот назад да крутит локоны либо за ушком вот миф что человек не уверен но если вы копнете глубоко в психологию то вы поймете что этот жест обозначает наоборот максимальное спокойствие умиротворение еще раз да повторюсь когда человеку настолько хорошо его там может тысячу две тысячи десять тысяч человек смотреть миллион а ему настолько комфортно как будто вот он с любимым человеком дома на диване сидит вот настолько умиротворение у него и вот просто ну хорошо и поэтому он вот может себе вот такие жесты судя потому что у меня все эфиры вот такие вот волосы истрепанные в начале выхожу всегда более-менее причёсанная потом к концу просто непонятно что у меня на голове как будто я ее не мыла честно каждый эфир выхожу с чистой головой только помыла в конце эфира все сосульки какие-то висят потому что мне надо вот это вот все крутить показывать что я такая вся классная хочу понравиться я вас люблю так гладить подбородок еще у меня такой жест был я выписала этот жест обозначает что я в раздумьях я очень глубоко погружена в свои мысли не мешайте мне я сейчас выдам вам какие-то супер мега инсайты у меня там математические сложения разные воспоминания сразу такая матрица включается там все инфа там подключается все это быстро анализируется и выдается ответ то есть подбородок это очень глубокие какие-то раздумья где я что-то в уме решаю вот то есть анализирую полученную информацию думаю о предмете разговора максимально в него погружена ничего меня не отвлекает и поэтому вот так вот меня легко считывать и вы можете теперь немножко меня понять почему я так себя веду вот еще я сижу как на шарнирах здесь я очень долго искала информацию и натыкаюсь только на одно но я сегодня немножко даже инсайд с этого словила я была шокирована просто в шоке я не могу сидеть на месте ровно да я сижу то у меня то одна нога подгибается то вторая подгибается то вот так сяду то вот так сяду то вот так просто пять минут высидеть ровно я не могу думаю блин ну я же умная нормальная девушка симпатичная могу ровно сидеть ничего не мешает спина не болит ну как бы я хожу ровно не сутулись ну вот вся норма чуя вот так вот все время на видео искала долго эту инфу вот и поняла что все гении они немножко с скажите мне я-то гений я-то знаю как это называется ну у меня нет этой болезни но вот все гении они ну это даже не болезнь неправильно я сказала как же это объяснить то ну вот они не приспособлены чтобы их тело было в нормальном состоянии вот они ну как бы со стороны больноватые немножко со странностями такие да все гении со своими странностями они все с прибабахами вы уже блин гадаете прибабахами странностями спасибо за ваши подсказки забыла как это называется боже мой со стороны они как будто больные да они вот сидят вот так вот крутятся вот они вот ну такие вот какие-то странные боже мой ну как это объяснить там блин слова чего я его не записала у меня тоже какая-то вот эта шиза есть то есть я не могу ровно сидеть я не могу спокойно сидеть я забываюсь я когда разговариваю я забываюсь где я и что со мной где я нахожусь что я говорю как я выгляжу могу проснуться ну вот реально вот о чем-то говорить иногда ну эфир держит мне надо себя держать глазами в телефоне если я не буду это делать просто себя на телефон записываю без прямого эфира я могу найти себя под столом на полу под стулом ноги на потолке лежать там ну как бы перевернутом состоянии я когда смотрю телевизор я нахожу себя ну не телевизор там кино что я в перевернутом состоянии то есть как бы ноги закинуты на потолок как это вот объяснить то есть недавно была на свидании ребят это вообще просто капец мне до сих пор стыдно ну как недавно блин давно была на свидании зимой еще уже полгода прошло мы пьем кофе о чем-то разговариваем и парень говорит ты почему как змея и куда ты уползла ну куда ты уползла и я просто нахожу себя знаете в лежачем положении ну то есть на стуле вот ну как бы ровно ты сидишь а там такие диванчики столы с диванами и получилось что ну я когда вот блин я на свиданиях всегда так моя голова глаза торчат из под стола вот так вот а я под столом лежу вот и пью кофе выглядываю из под стола ну то есть я никогда вот так вот не сижу нормально блин и мне он раз замечание сделал куда я упала второй раз замечание сделал почему я под столом третий раз замечание сделал и я мне просто вот стыдно до сих пор и я понимаю что я всегда так себя веду но когда я начинаю о чем-то говорить я забываю где я нахожусь я забываю что я делаю я не контролирую ну себя в пространстве не контролирую свое тело и я куда-то упал блин это так смешно реально аж плак не хочется от смеха блин сейчас прослезюсь то есть этот жест очень странный честно говоря я не могу себя контролировать я всегда смотрю на свою подругу который сидит по струнке всегда прям ну настолько не мигая красиво ровно ножки сложены ручки сложены прям такая осанка я не могу это контролировать вот пять минут и все я потом вспоминаю где то же самое почему я не вожу машину у меня была машина два года я боялась за руль садиться потому что каждый раз я попадала в аварию я засыпаю за рулем ну как засыпаю я просто понимаю через какое-то время что я не за рулем а потом очухиваюсь что я в машине еду у меня как будто какой-то скачок происходит в пространстве я не знаю то есть я сажусь за руль контролирую дорогу а потом понимаю что куда-то въехала и просыпаюсь ну то есть я с рулем и просыпаюсь то же самое у меня в этих в машинке эти господи блин электрические машинки ты садишься там картинг или еще что-то я просыпаюсь всегда в стене и не могу понять на каком моменте я заснула и так же я засыпаю в эфирах я не понимаю о чем я говорю потом пересматриваю думаю блин что это вообще что что она вообще там говорила я переслушаю себя ну в шоке и вот и поэтому вот эти жесты мотание там волос гладить себя там что-то с собой делать это вообще бесконтрольный вариант вот эти жесты это бесконтрольный вариант если я уползаю куда-то то что говорить о волосах вот я хотела про эти жесты сказать в общем я поняла что я гений вот и у меня какая-то болезнь неконтролируемая что ну я очень странно себя веду тело моё странно очень идет короче если хотите давайте что-нибудь еще поражем расскажите или что-нибудь напишите либо я пойду потому что я хотела просто разобрать меня триггерило всю неделю когда я послушала что все вот эти жесты это неуверенность это человек лжет он неуверенный он говорит вам чушь хочет вас обмануть да все это не так на самом деле вообще эти симптомы никак не относятся но она не психолог она актриса да и она с позиции вот такой поверхностной рассказала вот эти жесты вот вы себя там трогаете за волосы вы поглаживаете себя по голове вы там накручиваете трогаете ухо подбородки там что угодно вот это вы значит лживый плохой петрушка и меня триггернуло думаю не я разберусь с этой темой вот рассказала ну или с тобой все окей спасибо расскажите кто такой же как и я вот будет ржачно если есть еще такие же серьезно это очень смешно я смотрю свои видео мне стыдно ну каждый раз я думаю боже ну почему ну почему я не могла нормально сидеть куда я уползла почему я блин волосы перекрутила у меня такая была красивая прическа почему я в конце как чучудра выгляжу а мне потом пишет ты такая неухоженная ну блин как можно быть ухоженной ну обычно все говорят ухоженная это косметика и чистые красивые волосы с классной прической какая может быть прическа у меня блин если я ее вот так делаю ну не только в эфире я в течение дня это делаю бесконечно вот я выхожу с ванны я начинаю печатать книжку там работать с клиентом или что у меня там консультация какая-то я же кручу эти волосы бесконечно вот мне нравятся ваши жесты волосы красивые но сегодня я постаралась их по максимуму не трогать и вообще знаете как я сдерживаюсь сейчас мне хочется ржать и сползти под стол но я держусь вот и вот ерзать но сегодня вот прям держусь вот прям села напрягла живот специально вот я такая же даже на остановке автобус стоя ждать не могу мне надо ходить что-то все делать хотя не гений точно а может быть ты гений просто ты свой талант еще не раскрыла и в чем-то ты гений гении же они разные да в каких-то сферах они прям очень умные в чем-то я сегодня тоже заметила каждый раз когда мне кто-то что-то пишет мне кому-то что-то нужно сказать я встаю и наворачиваю так круги по дому наворачиваю мне блин еще обязательно это вообще самое тупейшее что я делаю видео когда записываю аудио когда с вами общаюсь это начинаю шуршать то есть я у себя подальше убираю все предметы со стола а стол у меня обычно завален там ручками бумажками там ну я убираю все подальше и все равно нахожу чем пошуршать зачем вот даже сейчас я затронула салфетки подергала в руках вот эти вот пошуршала вот потом откинула потом опять взяла потом опять откинула ну то есть это не нормально вот твой аудиоканал остался в телеграме да в аудио там очень много очень много всего закинула я в этом году практически все видео в аудио вытащила и все туда запихнула ну и посты тоже нет он бесплатный все мои каналы бесплатные ребят единственное что платно это книги единственное что платно ну мне надо за что-то кушать что-то и платный у меня закрытый клуб где 120 130 140 уже заданий на каждый день по работе там с мышлением по психологии развития мозга всякие задачки чтобы мы с вами постоянно что-то думали делали полезные там для тела для здоровья для ума ума закрытый курс по работе с мышлением ну там просто очень много моего труда вложено и ежедневные работы моей там куча все остальное бесплатное видеоканалы статьи аудиоканалы два видеоканала три даже у меня три видеоканала блин потом какие у меня еще бесплатные каналы статьи бесплатных книг куча вообще на все книги треть книги бесплатные послушать и посмотреть вот что еще давайте вопросы мне очень нравится что вы сегодня активны очень много мне написали ржака хотя время пол пол двенадцатого ночи прикиньте нелли с чумачеченкой это точно с прибабахом как же вот эти вот все гении странно выглядящие люди считают какими-то больными на голову как у них это называется я не помню вот у меня тоже очень много всего не приспособленного к жизни у меня есть потому что я в себе непонятно где шурши и касайся волос какая разница ты знаешь сколько хейта просто за мое поведение ну блин меня просто саму бесит я свои старые видео смотреть не могу мне кажется это просто ужас какой-то а еще я неудачно выбирала свет ракурс и мое красивое лицо в жизни реально симпатичное вот вот на видео особенно двухлетний трехлетний пятилетний давности ну настолько страшучие боже мой там реально я страшный и почему-то даже с вымытыми волосами я везде кажусь что я их неделю не мыла я не могу понять я смотрю сейчас старые видео и мне стыдно за себя как я там выгляжу это просто кошмар ну нельзя так конечно про себя ну блин так и есть еще многие же смотрят думаю блин картинка нереально некрасивая я еще не понимала раньше почему люди не хотят слушать те слова которые я там говорю но обращают больше внимания на картинку то есть им картинка важнее блин да я их понимаю сейчас я бы тоже не стала слушать боже мой так положа руку на сердце клянусь не слушай хейты настоящие зачем это фарфоровая статуя отличайся доминируя на этом нет там вообще шиза там вообще шиза просто реально не у меня были там моменты когда я выходила видео и говорила ребят я у меня вообще история была такая я часто ну там пять лет назад об этом рассказывала у меня была шиза мама меня все время троллила не накрасившись не одевшись красиво не сделав прическу я не пойду ведро выносить то есть мне чтобы выйти на улицу даже поздно ночью или рано утром или там в обед никого нету вообще выглядываешь в окно но никого на улице нету нет мне три подъезда пройти надо ну я не могла выйти на улицу в непонятном виде и меня это по жизни преследовало ну я реально вставала рано и надо было марафетиться часа три-четыре и потом идти там на работу всегда старалась хорошо выглядеть и потом этот шаблон ну просто уже заколебал думаю надо с этим что-то делать и что-то перемкнуло меня я начала выходить в эфиры и говорить ребятам у меня был один эфир первый мой самый самый вот вот прям самый страшный когда меня прям аж трясло а потом хотела хотела пойти потому что мне было очень плохо и ну меня вообще прям трясло от этого видео я вышла в постели не почистив зубы хотя какая разница блин почистил ты не почистил видео же это не видно нет ну меня тогда ну пипец как триггерила то есть не почистила зубы я проснулась глаза не умытые не расчесаны вот такие колтуны я в постели ну голая вот так прикрывшись этим одеялом вышла в эфир и говорю ребят я пришла расхерачивать все свои шаблоны потому что ну это нельзя вот так выходить в эфир я даже ведро так не выношу я в магазин не схожу там за булкой хлеба ну вообще ну так нельзя я решила как бы пойти в самый там страшный страх выходила раз выходила два выходила три потом это встало в привычку и весь год я выходила просто с немытой головой специально ну это для меня был триггер такой а потом я вот привыкла и сейчас я смотрю на эти видео думаю ну блин ну неделю ты так выходила ну месяц ну зачем ты целый год так делала и мне сейчас за эти видео вообще стыдно просто а сейчас я выхожу даже видео с чистыми волосами я вижу что через пять минут они просто тусклые как будто реально я недели не могу это все из-за моей тупой привычки трогать своими сальными жирными руками блин волосы ну эти волосы говорят о том что я очень вас люблю и с нежностью и дружелюбием и с теплотой показываю этот жест ну вот как вначале я разобрала кто вот новички сейчас пришли у меня тема была мы разбирали жесты что значит трогать волосы подбородок ухо касаться ну лица тела любые такие активные жестикулирования вот если что интересно пересмотрите это не вранье как говорят многие что ты типа ухо трогаешь волосы трогаешь там за нос себя трогаешь за подбородок трогаешь это ну многие говорят что это вранье нет это вообще не так или не уверена в себе тоже это не про это это очень даже классные жесты так все я уже не знаю о чем вам говорить уже высасываю из пальцев потому что ни вопросов ни ответов ни приветов как говорится я тогда пошла спасибо вам большое что целых 28 минут со мной побыли я побежала всем пока вам